Кадиш, надо, чтобы было 10 мужчин. Ни 9, ни 15, ни 8. Почему 10 мужчин? Дорогие друзья, во-первых, Кадиш означает, мы Бога восхваляем. Есть такие люди, они Кадиш шепотом говорят. Это не считается. Надо, чтобы люди слышали, что вы Бога восхваляете. Если человек шепотом про себя говорит Кадиш, навряд ли это Кадиш считается. Поэтому надо, чтобы люди слышали, как вы говорили Кадиш. Кадиш это вы Бога восхваляете. А надо, чтобы люди слышали, как вы Бога восхваляете. Кадиш написан на арамейском языке. Арамейский язык ангелы не понимают. Только один ангел знает арамейский язык. Какой ангел? Гавриэль. Ангел Гавриэль знает арамейский язык. Остальные, некоторые говорят, что ангелы знают, некоторые говорят, что ангелы не обращают внимания. Итак, 10 мужчин, почему надо? Потому что, когда Моша Рабина отправил 12 разведчиков, чтобы они сказали, какая земля Израиль, 10 из них сказали, что мы не сможем завоевать Израиль. Они сказали про Израиль нехорошие вещи. И Бог сказал про этих 10 мужчин, этот народ меня разозлил. Как назвал Бог этих 10 мужчин? Этот народ. Ага, отсюда мы учимся. Когда есть 10 мужчин, это уже как будто бы маленький народ собрался. Поэтому именно надо 10 мужчин, когда мы говорим ходишь и другие вещи. И когда 10 мужчин, Бог сам спускается, не нужны ангелы, чтобы поднять нашу молитву наверх. Почему Ашкеназы в Пасху рис не едят, а нам можно? Тоже одна. Так, раньше Ашкеназы тоже кушали рис. 700-800 лет назад Ашкеназы ели рис на Пасху тоже. Но не за обстоятельства Рабаи сделали собрание и сделали байкон. Потому что в Германии, во Франции, они когда перевозили пшеницу и яички рис, они контейнеры, только что привезли пшеницу, высыпали пшеницу, наполнили ее рисом и отвезли во Францию. Когда они сыпали рис, туда попадали вот эти зернышки пшеницы. И есть люди, которые у них зрение нехорошее, есть белоручки, которые они хотят чистить. Поэтому Ашкеназы сделали собрание. Так как мы иногда кушаем рис, и мы обнаружили там пшеницу, давайте все то, что мелкое, мы не будем кушать. Горох, кукуруза, гречка, все эти мелкие вещи Ашкеназы взяли на себя запрет. Но нам нет запрета кушать рис. Во-первых, в Буханске некоторые горох тоже не едят, но можно по закону. Потому что Ашкеназы нельзя, но нам можно. Если человек почистил, это разрешается. Почему в Израиле не со всех дней, а в Америке и вне Израиля 8 дней? Почему? Раньше не было телефона. Они не знали, Ролш-Кодыш будет сегодня или завтра. Они не знали, в Израиле сколько времени сейчас. Из-за сомнения, мудрецы сказали, мы на один день будем еще больше держать, потому что мы не знаем, в Израиле, когда заходит Песах, когда заходят другие праздники. Мудрецы хотели, чтобы в Кипур сколько дней вы голодали? Были рабаи, которые Кипур держали два дня. Как мы Песах два дня держим? Супол два дня вначале. Были рабаи, которые Кипур два дня держали. Но народ не может два дня голодать, поэтому рабаи простым людям не сказали голодать два дня. Последний вопрос, потом мы поставим фильм. Почему Шмайн-Стройт мы глаза закрываем? Во-первых, есть много людей, которые когда Шмайн-Стройт говорят, руки не закрывают глаза, они глаза открыты говорят, и это тоже считается. Но у нас есть обычаи глаза прикрывать. Почему? Первая причина. Даже если я Бога не вижу, я не вижу, я не вижу. Сегодня семилетнюю девочку хоронили. Как это можно понять? Есть люди в дом престарелых, хотят умереть, Бог не призывает. Но Бога не можем понять. Как муравей меня не понимает? Бог, мы его тоже не понимаем. Глаза закрываем. Вот даже я Бога не вижу. В глазах темно, в мирке понятны. Я все равно буду говорить, что Бог есть, и Бог будет Бог один. Вторая причина, почему глаза мы прокрываем, если кто-то зайдет, я думаю, кто зашел, что меня никто и ничто не отвлекало, мы должны глаза закрывать. А почему глаза мы еще руку ставим? Просто закрой глаза. Если кто-то уронит стакан, мы глаза откроем. Поэтому, чтобы вообще нас ничего не отвлекало, мы должны глаза прикрывать. Даже если человек один дома молится, некоторые вот так швайл-инспорт делают ши, некоторые вот так, разницы нету. И так правильно, и так правильно. Дорогие друзья, давайте мы поставим фильм.